Врачи еще одного российского города решили массово уволиться Общество Россия 18.41, 27 августа 2019 года Врачи еще одного российского города решили массово уволиться Фото, Алексей Сухоруков РИА Новости В Пятигорске все врачи-травматологи ЦГБ вместе с заведующим отделением Романом Алфимовым написали заявление на увольнение Передает Ирадатру Врачи не устраивала системы оплаты труда, нагрузки и прочие условия работы, сообщили в больнице Главный врач ЦГБ Пятигорска рассказал комсомольской правде Северный Кавказ Что 2 августа заводделением травматологии написал заявление по собственному желанию А еще через две недели это сделали двое его коллег В больнице добавили, что уже нашли им замену и взяли на работу военного хирурга из Санкт-Петербурга А также двух врачей и травматологов из Ставрополя и Ростова Увольнение врачей друг за другом медик объяснил их с работанностью У хирургов всегда есть ассистент, они работают в паре Заведующий поменял место работы и, скорее всего, он с собой взял ребят Это нормальная ситуация, хирурги все так и делают, сказал главврач Как заявил первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов Средняя зарплата врачей в больнице Пятигорска за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей А заработок уволившихся сотрудников доходил до 73 тысяч рублей В Мездраве Ставропольского края Ирадатру сообщили, что ситуация не сказалась на работе учреждения Так как медикам быстро нашли замену Там отметили, что претензии к руководству и работе не предъявлялись 22 августа массовое увольнение врачей произошло в Нижнем Тагиле С ЦГБ номер 1 уволились 6 хирургов, недовольные большой нагрузкой и низкой зарплатой 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Что ситуация требует серьезной реакции областных властей А также отметил, что Мездрав начал разбираться в проблеме Свердловская прокуратура сообщила об отправке в город сотрудников для проверки 27 августа депутат-миллионер Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балабердин осудил действия врачей и назвал это саботажем По его мнению, массовое увольнение медиков поставило под угрозу жизни пациентов Также 27 августа два хирурга ЦГБ номер 1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале Подпишись Обратная связь с отделом общества Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала Напишите на этот адрес RussiaAtlantico.ru Редактор субтитров А.Семкин